Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе, даже выходные, мы постим конкретные торговые рекомендации с упором на технический анализ и также фундаментальные посты вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня нас ожидает насыщенный с точки зрения статистики день в 15.00 по GMT. Вашему вниманию, нашему вниманию, друзья, будут представлены данные по производственному сектору США. Это один из самых объективных отчетов АСМ, который дает детальное представление о состоянии данного сектора американской экономики. После этого в 15.30 будут публикованы данные по запасам нефти, изменению за прошлую неделю от администрации энергетической информации. И замыкать торговую сессию будут протоколы последнего заседания американского регулятора, который выйдет в 19.00 по GMT. Соответственно, мы сегодня настраиваемся на серьезные движения по индексу доллара. И вчера, стоило нам только заговорить о бычьих перспективах этого инструмента, как индекс доллара начал расти. Очень хочется верить в то, что это станет нашей доброй традицией на ближайшие дни. Объясню несколько причин, почему индекс доллара вчера смог обрести почву под ногами и выбраться к новым локальным максимумам. Во-первых, это изменение рыночного позиционирования. Многие участники рынка полагают, что когда начался локальный рост, это привело к лавинообразному срабатыванию стопов по коротким позициям. Это вполне ожидаемо, потому что я знаю, что многие из вас и многие мои коллеги также были абсолютно уверены в том, что индекс доллара может развить дальнейшее медвежираль. А тут вот обратная динамика и по сути максимум вчерашнего дня 104.64. Это хайса 15 декабря. Ну, конечно же, у текущего роста есть и конкретное фундаментальное обоснование. Это ожидание протоколов последнего заседания американского регулятора, которые могут снова напомнить нам, почему ФРС склонен и дальше проводить жесткую монетарную политику, которая предполагает дальнейшее повышение ключевой процентной ставки, потому что инфляция еще существенно отстает от целевого ориентира, а ставка не достигла того ограничительного уровня, при котором ее можно было бы назвать как достаточной для того, чтобы снижалась инфляция. То есть это все отсылки на последнее высказывание Паула, который ясно дал нам понять, что ФРС будет тащить ставку вверх как минимум до уровня 5,25%. И вчера мы с вами предположили, что при таком прогнозе и таких планах есть все основания полагать, что эти цели будут реализованы уже в первом квартале, если ФРС, например, повысит ставку в феврале на 50 базисных пунктов и в марте еще на 25. Я советую вам, друзья, пока что работать с ожиданиями того, что ФРС не отказывается от жесткой монетарной политики. ФРС не считает, что последние данные, которые подтвердили снижение инфляции по итогам двух месяцев подряд, достаточные для того, чтобы выработалось как бы устойчивое представление о том, что инфляция снижается. И пока вот риторика американского регулятора не изменится, я думаю, что любые попытки дальнейшей продати доллара, они могут быть сопряжены с большим риском локального серьезного отката и восстановления, которое в этом случае же можно будет легко обосновать тем, что ФРС проводит жесткую монетарную политику. В таких условиях, конечно же, лучше не метаться. Я лично придерживаюсь сценария того, что доллар покажет локальное восстановление, после чего перейдет уже к снижению. Золото 1846 совсем чуть-чуть остается до нашей цели 1850. Опора для роста золота это снижение доходности американских облигаций, с которыми золото традиционно конкурирует. И, соответственно, снижение доходности десятилетних трежерис снижает альтернативные издержки владения золотом. Золото становится более привлекательным активом для инвестирования. Ну, это с точки зрения той динамики, которую мы еще наблюдали. Я думаю, что рост золота также во многом был обоснован действиями большинства и меньшинства, о чем я также говорил. Сейчас по данным инструмента ренчанных настроений 80% трейдеров продолжают золото шарти. И, соответственно, рынок идет против толпы. Потому что он устроен таким образом, что большинство никогда, друзья, не заработает. Зарабатывает меньшинство. Будьте на стороне меньшинства. По другим финансовым активам нефть 8192. Стоит отметить, что снижение нефти в ходе вчерашней торговой сессии совпало с публикацией прогноза Международного валютного фонда по перспективам 2023 года. Понятно, что перспективы крайне нерадужные. В частности, МВФ прогнозирует серьезный экономический спад, затяжную рецессию масштаба 2008 года. Потому что одновременно снижение покажут ведущие экономики стран Европейского Союза, Китая и США. В частности, экономика Китая впервые за 40 лет темпы ее роста будут отставать от темпов роста всей мировой экономики. Я думаю, что сейчас нет причин искать каких-либо других факторов, которыми можно было бы оправдать дальнейшую динамику нефти, роста или снижения. Просто нужно признать, что на рынке сейчас доминирует негативное настроение. Обвал фондового рынка США это также подтверждает. И при таком новостном фоне, при таких настроениях, конечно же, лучше ставить на дальнейшее снижение нефтяного актива. Но это тем, кто хочет поспекулировать на краткосрок. Лично я, пока что, воздерживаясь от каких-либо трейдов по этому инструменту, жду более однозначного новостного фона, собственно, как и говорил ранее. Фондовый рынок США, чтобы далеко от него не отходить, прошлый год крайне негативный, неудачный, худший, скажем так, даже с 2008 года, потому что СНП потерял почти 20%, Dow Jones просил на 8,8% и самые значительные потери пришлись на индекс NASDAQ, который является костяком высокотехнологических компаний. Он потерял 34%. Я думаю, что потери NASDAQ в этом году будут, ну, если не такими, ну, вряд ли, наверное, такими, потому что это был бы совсем шоковый сценарий реализации для фондового рынка. Но 10-15% в ближайшее время американская фонда в плане развития нисходящей динамики может показать из-за сохранения жесткой риторики Федрезерва, из-за того, что ФРС и дальше будет повышать ключевую процентную ставку. И еще один инструмент, в частности, даже дуэт финансовых активов, это пара доллар-иена 130-80. Сейчас вчера мы видели обновление июньских минимумов, были ниже 130. Я думаю, что снижение продолжится и дальше. Следующее заседание Банка Японии состоится 18 января. И, конечно же, по аналогии с тем, насколько неожиданными были итоги последнего заседания, есть основания полагать, что Банк Японии выкинет какой-нибудь сюрприз и сейчас. И могут быть приняты дополнительные решения по еще большему расширению диапазона допустимого колебания доходности национальных облигаций. Что касается повышения процентной ставки, то, конечно же, еще рановато. Это решение будет принято, на мой взгляд, но только уже при новом руководстве, после того, как Курода, действующий глава Банка Японии, уйдет в отставку в апреле. Если вы помните, друзья, мы иногда заглядываем, пытаемся взглянуть в будущее, оценить то, как должна измениться ключевая процентная ставка на основании инструмента FedWatch, который раздает такое представление. Это что касается ставки американского регулятора. В отношении Банка Японии тоже есть похожий инструмент, как раз он сейчас подчеркивает, что есть высокая вероятность повышения ставки в перспективе ближайших шести месяцев. Я думаю, что когда это решение будет принято, то пара доллар-иена уже будет тестировать поддержку 120 йен против доллара, то есть до текущего рубежа, который был назван, больше 1000 пунктов, учитывая, что сейчас пара доллар-иена котируется на отметке 130-80. Но решение всегда нужно принимать заранее. Если вам импонирует такая точка зрения и если вы согласны с тем, что Банк Японии уже очевидно начал отказываться от мягкой экономической политики, то пару доллар-иена нужно, конечно же, активно шортить. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!